Всем привет, меня зовут Артем, это канал TutorCG и в этом уроке будем делать развесовку для лица вот этому персонажу. Почему именно только для лица, а не показать все телом? Дело в том, что самая сложная развесовка именно на лице. Если вы научитесь делать это для лица, то все остальные части тела будут для вас лишь формальностью. Даже для пальцев не так сложно делать развесовку. У этого персонажа отсутствует сустава на пальцах, так как положение рук не нужно изменять в процессе анимации. Такое тоже бывает, довольно-таки редко. В общем, перейдем к теме урокам. В процессе записи уроком буду использовать функцию записи экрана вокруг курсора, она так называется. Когда я буду переводить курсор на второй монитор, картинка будет меняться. Говорю об этом на всякий случай, чтобы у вас не было вопросов, почему резко сменяется интерфейс программы. Но прежде чем начнем, давайте потратим всего лишь 36 секунд на краткий обзор платных услуг от канала TutorCG. Это мерч от канала TutorCG и я представляю следующие услуги. Создание персонажей для FaceRig. Создание видеофутажей. Персонажные анимации на прозрачном фоне. Альфа-канале. Это удобно использовать именно при видеомонтаже. И третье это консультации по AutodeskMine. Если у вас появились какие-либо вопросы и Google вам никак не помог, то вы можете просто написать мне. Также делаю короткие понятные видео по вашей теме. Если вас заинтересовала эта тема, посмотрите подробное видео, ссылка на которое есть в описании. Эта ссылка называется Merch от TutorCG. Когда скиннинг отсутствует, если это необходимо, вы можете поправить геометрию, изменить форму персонажа, если это требуется. После того, как привязка будет сделана, это уже не рекомендуется делать. Но в принципе, если вам необходимо соединить вертексы, допустим, сейчас я сделал D-Touch, вертексы не соединены, но они находятся в одном и том же месте, даже если они практически в одном месте, то после скиннинга вот такую ошибку, конечно же, можно исправить. Но если вы глобально будете менять форму, то разрисовка слетит или забагуется, в общем, будут одни ошибки. А такую вот ошибку можно исправить и после скиннинга с помощью стандартных инструментов для моделирования, а затем просто удалить Non-Deformer. Он находится в Edit, Delete LByType и здесь есть функция Non-Deformer History. Он удалит историю того, что вы изменили вертексы и тогда скиннинг не сломается и все будет нормально. Давайте это наглядно посмотрим. Просто оставлю геометрию в таком положении и далее сделаем скиннинг. Выделим всю геометрию плюс иерархию сустава. Необходимо выделять лишь root сустава, к которому дочернее все остальные суставы. Далее Hotbox, Skin. Зайдем в настройки. Первое. Если вам необходимо привязать геометрию к иерархии сустава, то из выпадающего меню, соответственно, выбираете Joint Hierarchy. Если вам необходимо привязать один сустав на геометрию, такое тоже бывает, в частности, например, для пропов, когда нужно его заанимировать, то обычно создают один, максимум два сустава. Так вот, если у вас один сустав, то выберите Select Joint. Метод бинда можно оставить Close Distance, он самый быстрый и простой, то есть это займет буквально секунды. Скиннинг метод я не меняю никогда, в принципе, вы можете, попробуйте другие варианты. И далее Max Influences вам нужно установить на один. По умолчанию здесь вроде даже пять или шесть. Если вы привязываете один сустав, соответственно, сделайте один и тогда у вас все пройдет нормально. Так вот, нам нужно привязать иерархию, соответственно, выбираем Joint Hierarchy. Здесь есть несколько вариантов. Обычно для персонажа я выбираю Geodesic Foxy. Это самая, можно сказать, новая разработка, новый параметр по сравнению со всеми остальными. Появляются дополнительные настройки. Далее обычно выбираю где-то 3-5 суставов, не больше. Тут можно 30. Этот параметр отвечает, сколько суставов могут влиять на один вертекс. Далее выключаю Checkbox Colorize Skeleton, чтобы суставы были одного цвета. Если вам это удобно, можете, в принципе, использовать Fall Off, спад, развесовки. Чем больше значений, тем плавнее будут переходить веса от одного сустава к другому. Далее Resolution. Не знаю, в какой версии вы будете делать свой скиннинг. Может, самый последний. Может, в какой-то старый. Но учитывайте то, что, например, в мае 2022-23 есть ошибка. Если вы выберете Resolution, то есть разрешение 512 или 128, то при скиннинге у вас выдаст ошибку. Давайте это наглядно посмотрим. С такими настройками нажимаю Apply. И вот она ошибка. Это не является вашей ошибкой. Это ошибка программы. Именно с этим разрешением 512 или 128 она всегда будет вам выдавать ошибку. Не важно, что и как вы настроите в Outliner, геометрию или суставов. Эта ошибка все равно останется. Поэтому вы можете выбирать разрешение 64, 256 и 1024. Одно из трех. Обычно я использую 256. Это как бы размер карты весов. Чем выше разрешение, тем будет все плавнее. Если мы выделим геометрию, мы видим, что на ней присутствует скиннг. В принципе, его можно проверить. Может быть, эта ошибка автоматически появляется, но сам скиннг вполне работоспособный. Если у вас есть желание, можете проверить, но в принципе в этом нет особого смысла. В общем, с такими вот настройками можно даже их сохранить. В общем, с такими вот настройками. Далее выделяю root сустав и после нажимаю apply and cloth. Тем самым Maya сделала как бы свою дефолтную разрешение согласно тем параметрам, которые вы выбрали. Разумеется, эту разрешение необходимо править, но не для всех суставов. Вам придется немного поправить плечи, а так по большей части остальные суставы. В принципе, более-менее нормальные. Чтобы оценить это, можно перейти в режим default material. Вот здесь сверху на панели. Мы видим, если руки сгибаются не как резиновые трубки, а есть складка вот здесь. Значит, в принципе, все нормально. Сустав не очень точно повернут, поэтому руку немного перекосило. Так вот, давайте перейдем к теме урокам. Развесовка для лица. С чего начать, как сделать и как сделать это максимально просто и быстро. Дело в том, что поначалу те, кто мало занимается скинингом, они делают такую ошибку, что назначают веса на один сустав, потом переходят на другой, делают здесь, потом для лица и в итоге все это происходит в режиме интерактив. Изменяя один сустав, перезаписываются веса, потом второй и накладываются другие веса. Тем самым те, которые были до, они изменяются, в том числе и вот этот сустав, который уже был, по вашему мнению, готов и так далее. То есть, тем самым получается бесконечная оправка веса. Вы поправляете в интерактивном режиме, все изменяется, затем вы смотрите, опять все по-другому. Этот процесс мы также сегодня рассмотрим, как этого избежать и что нужно делать. В общем, если у вас голова отдельно от всего остального, то это довольно-таки удобно при скиннинге. Но если это не так, то вы можете просто сделать сет Hotbox Create Set, выделить вертексы и назначить на них сет. Тем самым появится такая вот запись в Outliner, с помощью которой вы просто можете быстро выделять те объекты, на которые вы сделали сет. Давайте для начала исправим вот эту ошибку, которую я специально создал. Сейчас на геометрии присутствует веса. Возьмем инструмент Target Well и просто соединим. Тем самым исправим эту ошибку, но при этом напомню вам, что у нас были веса. После того, как вы изменили положение вертекса, вам обязательно нужно удалить Non-Deformer. Вот эта история. Hotbox Edit Delete Lby Type Non-Deformer History. И вот если у вас здесь одна строка Skin Cluster, здесь бывают, конечно, и другие записи, но в принципе это значит, что история удалена и все будет работать более-менее нормально. Заметьте, как Maya по дефолту сделала развесовку. Разумеется, Maya не может понять, что вам нужно. Ведь у нее есть лишь алгоритмы, по которым она может сделать веса. И эти алгоритмы никак не связаны с лицевой анимацией. В общем, самое первое, что необходимо сделать при развесовке для лица, это стереть все или назначить все вертексы лица на один сустав. И, конечно же, логичнее это сделать для сустава Bip Head. Основной сустав, которому дочерние все суставы мимики. Тем самым вы из чистого лица как бы начнете создавать ту карту весов, которая вам необходима. Перейду в вертексы, выделю все вертексы шляпы. Саму шляпу удобнее сделать на сустав Head Top. Вот на этот сустав. На тот случай, если вдруг вам понадобится анимировать шляпу, ее наклон, поворот и так далее. Лучше это сделать на отдельный сустав. Далее перейдем в компонент Editor. Его можно открыть с помощью Hotbox, Windows, General Editors, Component Editor. Вот он. Хоткей назначен, но и по дефолту его нет. В общем, тоже можете назначить. Здесь необходимо переключиться на подвкладку Smooth Skin. И далее, сейчас у нас во вьюпорте выделены все вертексы шляпы. Значит, выбираем столбик Head Top. Сверху у нас наименование суставов по горизонтали, а по вертикали значение веса на этих суставах. В общем, кликаем по суставу. Выделяется вся строка. Зажимаем Ctrl. Развыделяем Off. Параметр Hold. И далее нажимаем просто значение, которое мы хотим ввести для этого сустава. Нажимаю цифру 1. Это максимальное значение для веса. Затем Enter. Как мы видим здесь, в строке Total, написано максимальное значение. Теперь этот сустав управляет шляпой, но также он управляет и головой, так как вертексы шляпы и вертексы головы были рядом, то, разумеется, моя, конечно же, распределила их равномерно. Далее выделяю всю голову, за исключением глаз и полость рта. Переходим в Component Editor и делаем то же самое действие. Bip Head. Разведяем Hold. Значение 1. Затем Enter. Далее обычно я делаю те суставы, к которым подчиняются большая часть вертексов. Например, веки управляют там буквально пятью-десяти вертексами. И самая большая часть лица, на которую влияет один сустав, это челюсть, разумеется. Поэтому, после того, как все вертексы были привязаны к голове, первым делом я, разумеется, делаю челюсть. Что и вам рекомендую. Перейдем в ортогональный режим Side. Сбоку можно переключиться в режим Warframe. Вот он сверху. Далее возьмем инструмент LASSO. Можно найти на боковой панели сбоку, если вы ее не убрали. Но, в принципе, она мне не нужна, потому что все давно на хаткеях и смысл терять столько пикселей. В общем, она давно у меня убрана. Вы можете воспользоваться ей. В общем, выделяем геометрию LASSO Tool. Переходим в режим вертексов и выделяем примерно такое количество вертексов. Далее Component Editor. Выделяем сустав жав. Раз выделяем hold, как обычно. Значение 1 и применяем. Сейчас мы делаем развесовку именно в режиме Interactive. Если мы зайдем в Paint Skin VH Tool, то тут будет Interactive. То есть, интерактивное изменение развесовки. Если вы где-то убрали или стерли, то все, что вы стерли, появится на другом суставе просто. Это необходимо понимать. Вот сейчас мы назначили на сустав жав эти вертексы и они автоматически стерлись с сустава бип-хэд. Тем самым наглядно видно, как работает этот режим. Если бы вы сделали то же самое в режиме POST, то здесь бы было значение веса, например, 2 целых. Если на бип-хэд 1 целая была назначена и вы выделили сустав жав и назначили еще на нее 1 целая, то в совокупности будет значение 2. А в интерактивном режиме эти значения всегда в пределах 1 и вы никак не можете это изменить. В принципе, это и не нужно менять. В общем, раз мы начали именно сустав жав, так как он влияет на большое количество вертексов, то логично закончить полностью рот и далее уже двигаться дальше. Перейдем опять в режиме вертексов. Можно, в принципе, в полигональный перейти режим, но когда на геометрии присутствует скининг, то выделение полигонов проблематично, так как веса хранятся именно в вертексах, а не в полигонах или ребрах. И когда вы выделяете один полигон, то он одновременно выделяет сразу три вертекса. Как минимум три. В общем, если у вас персонаж из квадов, то здесь четыре. Поэтому в некоторых случаях, если тяжелая геометрия, то выделение полигонов может занять время. Вы переходите в полигональный режим, что-то выделяете, как сейчас, и просто придется ждать. Через несколько секунд он выделит то, что вам необходимо. В отличие от этого, если перейти в режим вертексов, то вертекс выделяется мгновенно. Поэтому при скининге, если нужно выделить геометрию, используя именно вертекса, а не ребра или полигоны. Что я вам советую? Возьмем инструмент Paint Selection, чтобы сбросить выделенные объекты в сцене, будь то геометрия, вертекса или что-либо еще, любой объект, нажмите Hotkey Alt D. Это снимает выделение с объектов в сцене. Чтобы изменить размер кисти, можно использовать Hotkey B. Давайте отобразим горячие клавиши для удобства. Смысл в том, что можно выделить вертексы путем покраски их просто с помощью этого инструмента. Тем самым, как бы оголить часть челюсти, что позволит более удобно сделать для нее разрисовку. Второй вариант, просто заехать камерой прямо внутрь лица, таким образом. И здесь уже красить вертексы, если вы хотите воспользоваться компонент-эдитером, либо с помощью кисти Paint Wage Tool. Тут уже кому как удобно. Далее нажимаем Hotkey Age и геометрия пропадает, тем самым оголяя нам челюсть. Если челюсть сделана отдельным объектом, то также дабл кликом, конечно же, можно. Но на всякий случай вам показал и этот вариант. Остаются не выделены еще зубы, их просто надо также прокликать зажатым шифтом. Это игровой персонаж и заметьте, как профессионально сделана челюсть. Те зубы, что спереди, они могут попасть в камеру, то есть их будет видно и они сделаны детализировано, в то время как боковые зубы, справа и слева, они вряд ли могут попасть в камеру, то есть они находятся внутри полости рта и делать детализацию для них нет смысла, поэтому они сэкономлены на полигонаже. Все выделенные вертексы, разумеется, привязываем к суставу ЖАФ со значением 1. Далее выделяем верхнюю челюсть, также все зубы и максимальное значение, но уже на сустав, разумеется, бип-хэд. Верхняя челюсть должна быть неизменной, она всегда статичная, двигается лишь нижняя вместе с суставом ЖАФ. Хоть мы и делаем все по порядку, но в данном случае, если спрятано все лицо, то можно сразу сделать и глаза. Дабл кликом выделяем левое яблоко глазом, назначаем на соответствующий сустав. Действия повторяются и повторяются. Выделяем строку, значение, интер. Далее можно проверить. Далее будем делать одно из самых важных в скининге, это разрисовка для губ. Она важна тем, что именно род персонажа притягивает взор как игроков, если это игровой персонаж, так и зрителей, если это 3D мультик. Именно поэтому разрисовка на губах должна быть максимально правильной. Тут нет особого смысла начать с верхних суставов липсинга или с нижних, но есть большая разница начать справа или слева. Дело в том, что боковые суставы, которые влияют именно на уголки рта, они очень близко находятся от правых и левых суставов липсинга. Поэтому целесообразнее сделать их в последнюю очередь. Липсинг – это те суставы, которые влияют именно на губы. Видим, как неправильно сделалась развесовка, можно сейчас поправить это. Вообще рекомендую, если увидели какую-то ошибку исправлять и не оставлять на потом, потому что потом, скорее всего, вы забудете про неё. В режиме Replace со значением 1 зажимаем Ctrl и стираем эти веса. На губах и нижней челюсти не должно быть веса для сустава Bip Head, а здесь наоборот можно прибавить и немного подтереть. Для того, чтобы не задевать верхнюю и нижнюю, необходимо уменьшить просто размер кисти. Кликать нужно именно в вертексы. Если, например, вы хотите его для этого полигона сделать, то как мы видим, веса неохотно как-то появляются, потому что вы кликаете не по вертексу, а по полигону. Напомню вам, что веса хранятся именно в вертексах и деформация геометрии с помощью суставов происходит именно за счет этого, за счет привязки вертексов к суставам. В общем, подотрем немного и далее можно сделать разрисовку для губ. Проверим немного сустав вжав, откроем рот. Как мы видим, верхние и нижние вертексы воздействуют на этот сустав, поэтому надо это, конечно же, исправить. Просто зажимая Ctrl и удаляем. Если удобно, то можно просто выделить вертексы и с помощью компонент-эдитера это исправить. В прозрачном режиме просто выделяем вертексы и назначаем их на сустав Bip Head. Как мы видим, здесь нет в строке этого сустава, можно просто выделить какой-то вертекс, на котором уже присутствует значение 1 и далее назначаем просто максимальное значение. Ну вот, как мы видим, верхняя губа практически готова. Осталось еще всего лишь пара вертексов. Выделяем их, потом еще вертекс и значение 1. Прозрачный режим X-Ray включается сверху вот здесь вот, либо в шейдинге X-Ray. Также выделяем дополнительный вертекс, чтобы появился сустав, сжав. Как мы видим, он здесь отсутствует. Вот на другом вертексе он был. Ну и далее уже удобнее, конечно же, кисточкой все поправить. Правый клик по геометрии Paint Skin Wage Tool. Сделаем кисть побольше и с максимальным значением Opacity Value назначаем сюда веса. Пока нет смысла беспокоиться о плавном переходе. Мы делаем как бы сначала базовую расстановку карты весов, то есть на челюсть, должны воздействовать именно эти вертексы. Мы их назначили с глазами и всеми остальными суставами. Точно также. Сначала примерно раскидываем веса, а затем доводим их до идеала. Ну и в принципе для начала то, что надо. В общем, далее будем делать нижнюю губу. Чтобы дважды не выделять те же самые объекты, например, как сейчас я второй раз выделяю вертексы нижней челюсти. Можно сделать setting Create Set. Оставим префикс. Дв значит низ. То же самое с верхом. Теперь буквально в один клик мы можем прятать как нижнюю челюсть или верхнюю или сразу верхнюю и нижнюю. Использую Hotkey для того, чтобы выделить дочерние объекты. Вы же можете просто выделим обе группы Hotbox Select Hierarchy. Далее нажимаем Hotkey Age. Сбрасываем выделение Alt D. Можно включить подсветку обратной стороны полигона и перейти в режим Default Material. Все будет в принципе подсвечено и удобно. Даже если зубы спрятаны, геометрия зубов, они все равно учитываются. И не удивляйтесь тому, что когда вы будете назначать веса, они не будут назначаться. Все дело в том, что геометрия спрятана, но она все равно просчитывается. В общем, будем делать разрисовку на нижний сустав. Лучше всего делать разрисовку не с максимальным значением value, чтобы часть весов оставалась на основном суставе. То есть сейчас все эти вертексы привязаны к суставу JAV. Если мы сделаем с максимальной привязкой, то этот сустав будет слишком сильно влиять на эти вертексы и при изменении все будет двигаться не так плавно, как должно быть. В данном случае это как бы кусок кожи, то есть он должен тянуться и должен тянуться очень плавно. Тем самым липсинг будет работать гораздо лучше. Обычно я делаю это со значением 0,5. Еще плюс этого в том, что гораздо проще делать разрисовку, если это значение не максимальное. Вот как мы видим, я кликаю по вертексу, но на него не назначается веса. Можно изменить ракурс камеры, который также влияет на это. И вот веса появляются. Учитывайте, что рядом еще будет сустав, который отвечает за уголки рта. Гораздо удобнее сначала сделать разрисовку внутри полости рта, а затем перейти к наружной части. Если вы будете делать постсуставно разрисовку, то есть назначили сначала этот вес для вертекса, затем развернули камеру и сделали здесь, то вам все время придется мотаться туда-сюда. И это менее удобно. В какой-то версии Maya кстати не было подсветки выделенных суставов в инструменте PageScane Wage Tool. И тогда приходилось полагаться только на память и на правильность написания суставов. Сейчас же все гораздо удобнее, сустав просто подсвечивается и вы уверены, что это как раз то, что нужно. Суставы для нижней губы в принципе готовы. Можно перейти к верхней. Повторный клик по вертексу добавляет еще вес в пределах заданного значения, но так или иначе это все равно не будет одна целая. Как мы видим, все равно полупрозрачный такой цвет, это значит, что не максимальное значение. Можете также использовать цветное отображение весов, но я больше привык к классическому в градациях серого. Теперь можно перейти к лицевой стороне. Также примерно с запасом красим. Учитывая то, что затем эти веса будут сглажены. При сглаживании они расползаются в стороны как бы. То есть они влияют на большее количество вертексов, но с меньшим значением. И так как сейчас мы красим именно в интерактивном режиме, то нам незачем беспокоиться о том, что на каких-то вертексах будет отсутствовать вес. Он все равно хоть как перезапишется и будет присутствовать. Правда возможно не на том суставе, на котором необходимо. Все это изменим чуть позже. Далее, чтобы эти суставы могли именно тянуть губу, необходимо максимальное значение на несколько вертексов, которые находятся прям рядом с суставом. Тогда это будет прям постепенный спад и именно за этот сустав они будут тянуться. Значение value изменяем на одну целую, уменьшаем кисточку и накидываем примерно такое количество, чтобы вокруг сустава было максимальное значение. И пройдемся по всем суставам. Сейчас мы не проверяем веса суставов, то есть мы не дергаем за сами суставы, не смотрим как они влияют и делаем примерно все на глаз. Затем, когда будет проверка развесовки, мы всегда сможем прибавить или убавить. После того, как сделана примерная развесовка на верхнюю и нижнюю челюсть, можно перейти к боковым. Для этого необходимо вернуть все суставы в бинт позу. Hotbox, Skin, Go to Pin Pose. Рекомендую назначить горячий клавиш, так как этот параметр часто необходим. Сейчас значение 1, причем это значение должно находиться именно на внутренней части уголка рта, именно вот на этих вертексах и постепенно спадать. Тем самым, когда вы за него будете тянуть, он будет как бы тянуть именно уголок рта и затем плавное сглаживание карты весов будет влиять на достаточно большую часть лица. Примерно вот на эти вертексы он будет максимально влиять, плюс мы сгладим это и будет все достаточно плавно. Затем сделаем значение 0,5 и распределим на соседние вертексы это значение примерно на такой площади. Внутри рта тоже необходимо это делать. Затем повторим то же самое, но с другой стороны. Ну вот в принципе все готово. Базовая разрисовка для рта завершена. Далее необходимо все сгладить, так как это органика, то есть человек. Следующий шаг довольно таки важный. Необходимо переключить веса с режима интерактив на пост. Это необходимо делать, чтобы не испортить все, что вы сделали. Сейчас в интерактивном режиме вы примерно назначили веса. Если вы начнете их сглаживать в интерактивном режиме, то все эти веса перезапишутся, испортятся и не будет достигнута эффекта кожи, то есть когда вы тянете и все плавное. Для наглядности я сохранил эту сцену. Далее попробуем в интерактивном режиме сделать сглаживание. Переключаемся в режим Smooth и далее просто нажимаем несколько раз кнопку Flood. Можно использовать стрелки на клавиатуре. Просто стрелка вниз. Раза три нажимаете. Тонгуа пропускаем. Здесь вот уже появился ненужный вес. Надо стереть. Теперь, когда мы переключаемся на сустав жав, мы видим ошибки, которые были получены путем сглаживания. Ошибки заключаются в том, что веса неравномерны. Здесь вот он полностью отсутствует на этом вертексе. Как мы видим он черный, а здесь наоборот присутствует. Это произошло из-за того, что когда вы в интерактивном режиме сглаживаете, веса перераспределяются. Но Майя не понимает на какие суставы и делает это просто равномерно. Тем самым, если сейчас тянуть за суставы, то они не будут деформировать кожу реалистично. Как мы видим, некоторые вертексы впереди, некоторые позади и это вряд ли похоже на кожу. Никакой плавности здесь нет. Все дело в том самом интерактивном режиме. Вы можете повторить данное действие, сгладить, переключить и тогда будут ошибки на других суставах. Здесь вот, например. И это можно повторять буквально весь день и все равно у вас будут ошибки. Вот картина чуть лучше, но здесь все равно отсутствует вес. Можно опять сгладить, перейти и сглаживать таким образом очень долго, чтобы Майя наконец-то все сделала плавно. Но при этом, чем больше вы нажимаете кнопку float, тем больше расползается веса. Можно это делать, конечно же, непосредственно кисти. Увеличить размер, зажать shift и сглаживать. Эффект тот же, только это все вручную и будет занимать еще больше времени. Вот мы переключаемся нажав и видим, что здесь появился вес и здесь при открытии рта, там где присутствует вес, этот вертекс хоть как будет шевелиться. Вот мы видим, как здесь вот все изменяется неверно. И подобное будет происходить всегда, если вы будете сглаживать в интерактивном режиме. Для более корректного сглаживания необходимо переключить модель в режим post. Открою ранее сохраненную сцену. Кстати, при разрисовке и вообще создании сцен, рекомендую использовать инкрементальное сохранение. Это сохранение, которое добавляется. Допустим, пишите название сцены, затем ставите точку и четыре нуля. Ровно четыре, ни больше, ни меньше. Далее, если вы сохраните, то это сохранение никак не будет сохранено, так как в имени сохранения присутствует точка. Майя распознает точку как формат, тем самым, если я сейчас нажму save и перейдем в папку с сохранением, то мы видим, что да, здесь появился файл, но он без формата, тем самым вы не сможете ни открыть, ни прочитать. Для того, чтобы корректно делать инкрементальное сохранение, вам необходимо следующее. Задать имя точка четыре нуля точка и далее на выбор mb или m a, то есть формат myascll, это m a, или бинарный mb. Обычная сохраняю в бинарном mb. Тем самым, это стопроцентный вариант, что сохранение точно будет. После того, как сохранение создано, вы можете делать инкрементальные сохранения, которые будут добавлять порядковый номер к ранее сохраненным сценам. Нажимаем hotbox, файл. Скорее всего, этот хаткей по умолчанию. Им можно пользоваться прямо из коробки, то есть после того, как вы установили программу. Во всяком случае, я не помню, чтобы назначал эту горячую клавишу. В общем, нажимаем сочетание клавиш Ctrl-Alt-S или с помощью hotbox и смотрим в строку сообщений. Мы видим, что здесь добавилась цифра 1. Теперь эта сцена называется Save.301. Удобство в том, что вам не нужно отвлекаться. Вы делаете скиннинг и на это не хочется тратить время. Просто нажимаем Ctrl-Alt-S и новое сохранение сделано. Все предыдущие сохранения с порядковым номером вы можете использовать для того, чтобы корректировать, изменять и редактировать те сцены, которые необходимо. Очень часто в мае происходит так, что в процессе работы необходимо вернуться назад и изменить то, что было ранее сделано. Каждый раз сохранять под новым именем занимает какое-то время. Задать новое имя или новый порядковый номер и сохранить. В случае с инкрементальным сохранением вы просто нажимаете сочетание клавиши, тем самым сохраняете предыдущую работу и новые изменения будут сохранены отдельно. Сохранения в мае очень важны для того, чтобы не тратить очень много времени на повторение ранее сделанного. Далее давайте продолжим. Сейчас у нас загружена сцена с базовой развесовкой. Вот так она выглядит, она не сглажена и она в режиме интерактив. Далее необходимо переключить в режим пост. Режим пост отличается тем, что он не изменяет ранее сделанное. Весь интерактив отключается и если вы изменили какие-либо веса на каком-либо вертексе, они останутся неизменны до тех пор, пока вы снова их не измените. Тем самым вы будете уверены в том, что вы сделали. Но интерактивный режим удобен тем, что он автоматически изменяет значение вертексов в компонент-эдитере. В режиме пост это невозможно, так как интерактивность отсутствует. Тем самым, если вы хотите удалить веса с вертексов в режиме пост, вам необходимо выбрать эти суставы. Далее с зажатым контролом развыделить верхние строки и назначить вес 0. В интерактивном режиме это было бы автоматически. В общем, два этих режима очень важны при развесовке. И в данном случае нужно использовать оба этих режима. Сначала интерактив, потому что он удобней для создания начальной развесовки, а затем пост для более точной и более детальной проработки карты весов. Также важно с каких суставов начинать. Не рекомендую начинать именно с липсинга. Нужно сначала распределить основные глобальные суставы. Те, которые влияют на большее количество вертексов. Например, бип-хэд. В режиме smooth делаем всего лишь пару кликов. Этого более чем достаточно, чтобы веса сгладились. Если вы будете нажимать очень много раз, то веса расползутся и будут влиять на те вертексы, на которые они не должны влиять. Пару раз, затем жав. Если мы переключимся назад на бип-хэд, то мы увидим разницу между пост и интерактив. Сглаживание осталось неизменным после того, как мы сделали это для двух суставов, которые между собой взаимодействуют. Есть плавный переход от бип-хэд к жав и от жав к бип-хэд. Тем самым при изменении суставов геометрия будет деформироваться более плавно и точно. Далее можно сгладить суставы для липсинга. Дело в том, что в режиме пост все наложенные значения влияния карты весов могут превышать значение 1. Это также надо учитывать. То есть вы красите как бы поверх. Для липсинга вовсе достаточно всего лишь одного нажатия smooth. Скорее всего надо два и более раз. Как мы видим вес совсем уменьшился на уголках губ, но это можно поправить. Сейчас добавим еще немного веса, но вначале также изменим и правую сторону. Здесь надо подтереть немного, чтобы не влиял на челюсть, а в уголках немного прибавить, чтобы деформация была более точная. Переходим в режим replace, изменяем значение на 1, зажимаем control и стираем там где не надо. Smooth хоть как будет распределять веса во все стороны. Далее уменьшим кисть и прибавим немного веса именно на уголки рта. Вы конечно же можете сразу пробовать. То есть изменили как-то разрисовку и дергаете просто суставы. Смотрите. В моем же случае я примерно уже понимаю как будет деформироваться. Сейчас вот несглаженные веса в уголке рта заставляют геометрию неправильно деформироваться. То есть эти вертексы, на которые назначен вес 1 целая, они более жестко привязаны. Тем самым они проникают в соседние вертексы, на которых значение сглаженное. Однократное сглаживание и затем зажимаем shift и сглаживаем уже в тех местах, в которых надо. Автоматическое сглаживание smooth удобно тем, что это быстро. Но если нужно сгладить в определенную сторону, как в данном случае, можно использовать и ручной режим. Просто многократное нажатие снова и снова перезаписывает веса. С зажатой кнопкой shift именно происходит сглаживание. Также если у вас персонаж полностью симметричный, то вам достаточно сделать лишь одну сторону, а затем отмирорить веса. Hotbox Skin Mirror Skin Wage Tool. Ну вот немного лучше, но все равно он проникает и не растягивает кожу. Необходимо назначить более высокие значения для вот этих вот вертексов, чтобы они двигались вместе с вертексами, которые находятся прямо в уголке рта. Тогда деформация будет выглядеть гораздо лучше. Можно взять пипетку и кликнуть по вертексу, веса которого вы хотите скопировать и продолжить далее. Но не надо захватывать большое количество вертексов вокруг уголка рта. Тем самым форма уголка рта будет сохраняться и когда вы будете двигать, то это уже не будет похоже на реалистичную деформацию. Сам сустав должен буквально тянуть уголок рта, а все вокруг вертекса тянутся вслед за этим. Тогда это будет более реалистично. Это лечится путем сглаживания. Сначала назначаем веса, а затем сглаживаем, чтобы переход значений карты весов от вертекса к вертексу постепенно спадал. Но вот этот эффект практически исчез. Вот мы тянем уголок рта и вслед за ним тянется как бы всем. Конечно же, если делать какие-то прям утрированные движения, то все выглядит не очень. В принципе, человеческое лицо таким образом не растягивается, то есть на такие значения. Оно немного изменяется, примерно вот так. Плюс не забывайте, что у вас есть соседние суставы, которые также можно изменить и немного поправить. Когда вы делаете мимику для персонажа, то задействуются буквально все суставы, которые есть в наличии. Далее можно проверить еще губы. Вот мы видим, что деформация губ более-менее плавная. Если, конечно, опять слишком сильно тянуть, то это будет, во-первых, нереалистично и человек так не умеет вытягивать губы. А во-вторых, конечно же, происходит неправильная деформация. Губы изменяются примерно в таком диапазоне. Немного вперед, немного вниз. Здесь вот можно увеличить значение, чтобы основные вертексы рядом с суставом не так сильно деформировались. Для изменения карты весов для липсинга лучше открыть рот, чтобы был доступ ко всем вертексам. Можно поставить значение 1, назначить, а затем немного стереть. Тем самым эти значения назначены, уменьшится, но уже более плавный будет переход. Ну вот так немного лучше. Далее необходимо пройтись по всем суставам и просто пошевелить их, посмотреть насколько плавно все изменяется. Для этого также можно отобразить, в принципе, текстуру. В общем, можно сказать, что рот готов. Далее веки остались еще и брови. И на этом развесцовка для мимики будет завершена. Чтобы делать веки, разумеется, необходимо скрыть глаза. Веки делаются буквально в один клик. Здесь нет ничего сложного. Выделяем сустав, который отвечает за нижнее веко. Со значением 1 в режиме Replace. Назначаем вот этим вертексом максимальное значение. Потом верхнее точно также. Нужно назначать именно на те вертексы, которые находятся с краю. Далее Smooth. И применяем его пару раз буквально. Раз-два. Далее можно проверить. Вот оно доходит до половины глаза. И затем верхнее также можно изменить. Видим, что уголки не смыкаются. Это значит, что на углах нужно добавить немного больше веса. Уменьшим кисточку. Примерно, чтобы она захватывала вертекс. И поправим. Плюс здесь еще сам глаз заходит. И поэтому появляется такой эффект. Персонаж игровой лоупольный. Именно поэтому какой-то прям плавности здесь как бы и нет. Хотя полигональности в принципе хватает. Можно изменить положение глаз. Так или иначе, развесовку для век. Как вы видите, делать довольно таки просто. Далее бровь в режиме Replace со значением 1. Просто крашу вертексы, которые по моему мнению должны изменяться во время изменения сустава бровь. Вообще можете делать конечно же на свой вкус. Если вам так видится, то пробуйте. В общем назначили. Далее опять Smooth. Можно вручную сглаживать, чтобы дальше при втором клике. Веса не ушли вниз на само веко. Немного подотрем и немного добавим, чтобы здесь были более светлые тона. Так как мышца брови, она как бы тянет за собой довольно таки большую часть лба. Поэтому и вертексы со значением 1 должно быть достаточно много, чтобы это происходило. Но края этих вертексов со значением 1 должны плавно изменяться. Все должно быть плавно, никаких загибов и тому прочее. Так как отсутствует сама бровь, то какого-то прям отчетливого понимания того, что сейчас происходит нет. Далее второй сустав также на пару раз, даже на один. Здесь в режиме Replace немного подотрем. С этих вертексов тоже можно убрать. Опять же так как мы в режиме Post, то веса этой брови просто наложились поверх весов этой брови. Но при этом деформация будет нормальная. Здесь слишком большое влияние. То есть оно заходит прям почти до виска. Но зато все плавно. Тут уже кому как нравится. Но в принципе хмурое выражение лица можно сделать. Немного все угловато из-за того, что более-менее лопольный персонаж. Тут уж ничего не поделать и развесовка вряд ли в этом поможет. В общем на этом я думаю можно закончить этот урок. Надеюсь это видео вам будет полезным. На этом все. До новых встреч!